Сегодня наши корреспонденты побывали на разных избирательных участках, в том числе и на тех, где голосовали кандидаты в Государственный Дума Российской Федерации, Законодательное Собрание Тверской области. Слово передаю нашему корреспонденту. На избирательном участке номер 3 проголосовал советник президента России Владимир Васильев. Здесь его ждали. Первая встреча состоялась на школьном дворе. Владимира Васильева приехали поддержать его единомышленники, спортсмены спортивной школы по видам гребли, активисты общественных проектов. Перед голосованием избиратель Владимир Васильев прошел такую же процедуру, как и все участники выборов. Маска, обработка рук, измерение температуры. Далее предъявление документов, сверка со списком избирателей, выдача бюллетеня, кабинка для тайного голосования и бюллетень советника российского президента в прозрачном электронном устройстве для подсчета голосов избирателей на выборах в России. Очень важно, чтобы власть чувствовала ответственность перед избирателем. И чем больше избирателей приходят, тем больше будет эта ответственность и убежден эффективность. Хочу пожелать, чтобы сегодня наши избирательные участки были наполнены, чтобы наши жители проголосовали и тем самым взяли на себя и ответственность и контроль. Своё конституционное право реализовал сенатор Российской Федерации Андрей Епишин на избирательном участке номер 933 в Твери. От нашего участия, от нашей активности реально зависит, как будет развиваться в целом наша страна и наша Тверская область. Мы формируем всю государственную власть в нашей области. Это правительство, главец, губернатор и законодательное собрание. Всего принять участие в голосовании смогут более 1 миллиона жителей Верхней Волжи, из которых впервые голосующие более 14 200 человек. Голосование обеспечивает более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии номер 907 Анна Колодич, на их избирательном участке голосование проходит в штатном режиме. На протяжении трех дней выборы проходят спокойно. Явка, я считаю, что на нашем участке высокая. Люди приходят, голосуют, заинтересованы очень. Я думаю, что все нормально. По словам депутата законодательного собрания Тверской области Олега Лебедева, на этих больших выборах люди голосуют и за исполнительную, и за законодательную власть. Формируют свое собственное будущее на ближайшие пять лет. Сегодня очень важно, чтобы каждый ответственный гражданин, наш тверичанин, пришел на избирательный участок, сделал свой выбор, определился с будущим и нашего города, и региона. Мы сегодня выбираем губернатора Тверской области и будущие страны, поскольку выборы и в Государственную Думу. Это очень важно. В этом году выборы проходят три дня. И по мнению граждан, это удобная форма, когда можно спланировать, в какой день лучше пойти и отдать свой голос. Можно было и в будний день, в пятницу проголосовать. Кому-то в субботу удобнее, кому-то в финальный день, в воскресенье. Ну и плюс, конечно, у населения появляется у электората, появляется еще дополнительная возможность еще раз обдумать, чтобы сделать рациональный, грамотный, правильный выбор в пользу самого достойного кандидата. Голосование в Тверской области продолжится до 20 часов, после чего начнется подсчет бюллетеней. А по информации областного избиркома, предыдущие два дня голосования прошли в штатном режиме.